Так, пора начинать, начинайте, начинайте Всем привет, добро пожаловать на мой YouTube канал, с вами Фия Апрель уже практически подошел к концу, значит мы продолжаем рубрику пустых баночек И в этот месяц, конечно, их получилось намного меньше, чем в марте Но все же вот, вот о чем мы сегодня с вами поговорим Много чего из ухода и прочего-прочего интересного Если вам интересно, оставайтесь, досмотрите это видео до конца И если даже вам понравились мои ролики, не забудьте подписаться Потому что это важно для развития моего YouTube канала Давайте сразу же начнем с... с чего бы начать? Я думаю, мне не нужно объяснять, что вообще происходит в мире Поэтому эта вещь сейчас у всех очень быстро расходуется Это спирт на руки для дезинфекции, не вовнутрь Это у нас просто обычное антисептическое средство 100 мл Правда, я покупала его до всех этих вот событий Конечно, была удивлена, вот такая вот бутылочка спирта стоила где-то порядка полутора долларов Хотя, конечно, можно даже купить какие-то вообще дешевые духи И будет даже дешевле, чем вот эта вот счастье в бутылочке Следующий это крем-гель для душа с экстрактом вишни миндаля Конечно, больше пахнет вишней Но вишня такая прям химическая вишня Прям чувствуется, что она прям такая ненатуральная Но в любом случае, вот уже она совсем на донышке осталась Следующая это зубная паста от ROX, цветущая сакура Уже второй раз покупаю эту пасту весной И я в прошлом году ей пользовалась, она мне не понравилась Я забыла про нее, снова заказала и снова вспомнила, что она мне не нравится Она слишком мятная Я ожидала все-таки больше, какого-то более мягкого вкуса Но она получилась такая прям очень, очень едкая И вообще, конечно, цена на вот эти пасты, она прям очень высокая Я не получила никакого удовольствия от этой пасты Поэтому, я думаю, вот это уже последняя паста Следующая это у нас крем, снова же с вишней От торговой фирмы Liren Мне понравился этот крем Он, хоть и написано увлажняющий и питающий Он все-таки больше такой, как питательный Мне понравилось как раз вот в это время года использовать его Потому что он хорошо и питает, и увлажняет, убирает шелушение с кожи Особенно, когда ты наносишь тональный крем, либо еще что-то Вот это шелушение подчеркивается, и оно тебя ужасно раздражает Вот этот крем мне помог с этим разобраться Поэтому даже могу показать себя чуть-чуть поближе Никакого нет ни тонального, ничего прочего Только глаза и блеск Как видите, шелушений нет Мне нравится результат Правда, единственный недостаток, который может быть Хотя, возможно, это я слишком прям так обильно пользовалась кремом Она оставляет немножко такой блестящий блинчик на лице Но просто, мне кажется, нужно дозированно пользоваться этим кремом Мне он понравился Запах у него тоже очень приятный Вот сама баночка Вот такая она Сейчас мы ее откроем Да, запах такой ненавязчивый Я бы не сказала, что он прям какой-то отталкивающий Либо сильная отдушка вишни Просто прям такой приятный запах вишни и лимона Мне запах, кстати, даже очень импонирует Вот этой баночки мне хватило где-то на месяца два-два с половиной Если мне захочется вернуться к этому крему Я его обязательно еще раз закажу Следующая маска, которая... Ну что ж, ее просто нужно показать вам Это маска в форме утки Прям сразу вспоминается губки уточкой И вот она сама уточка вот такая вот Вот так вот маска наносится на лицо Она увлажняет, питает и прочее-прочее Как утверждает производитель Но, как по мне, я не заметила прям особого эффекта Возможно, просто нужно длительно пользоваться вот этой серией масок Но в любом случае она прям потрясающе экономичная Особенно, когда вот я в первый раз открыла Очень было много жидкости Было просто достаточно вот эту жидкость нанести на лицо Она впитывается и это уже как бы тоже как бы часть маски Мне хватило где-то вот этого саше на 3, а то даже и 4 использования Это вещь очень даже экономичная Стоимость порядка тоже где-то доллара Плюс браво по скидке Поэтому я довольна, мне понравилось Следующий продукт, который может немножко вас шокировать своим объемом Но для моих длинных волос это нормально Это вот такая вот огромная банка с бальзамом для волос От фирмы эссенш... нет, нет, нет Вот, Профис Косметикс Эссеншел Салон Написано Коко 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 Революшн Маск Пахнет кокосом, как вы догадались Она, конечно же, вот Вся полностью исчерпана Я ее наносила на всю длину волос Хотела ее где-то на месяца 3 регулярного использования Запах, конечно, у него, у этого бальзама очень насыщенный Прям такой кокосовый ядерный запах Но если вам нравится кокос Если вам нравятся вот эти вот Если знаете, вот эти вот освежители в машине Вот такие вот Наподобие елочки Только вот запахом кокоса вот так она пахнет Прям такой мощный ароматизатор Но в любом случае Я не могу ничего плохого сказать за саму Саму текстуру и структуру этого бальзама Мне она, в принципе, понравилась Очень большой объем Плюс я бы не заметила Чтобы у меня прям кончики волос стали прям совершенно другие Это, мне кажется, для такого Просто поддержания нормального состояния волос Но она ничего прям сверхъестественного с вашими волосами не сделает Но как в качестве профилактики Очень даже может и неплохой вариант Все Это на удивление все Это все продукты, использованные за месяц Теперь моя корзиночка пустая Следующие месяцы буду наполнять новыми продуктами И буду делать, конечно же, обзор на них Если вам понравилось это видео Ставьте лайки, подписывайтесь Оставляйте свои комментарии Если у вас похожая продукция С удовольствием прочитаю ваши комментарии И отвечу на них На этом все До скорой встречи Пока-пока